Всем привет! В эфире КФУ Live, с вами Айгуль Хидиатова. Итак, сегодня поговорим о поступлении в Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. Напоминаю абитуриентам, что вы можете задавать все свои вопросы в группе ВКонтакте КФУ. Итак, на наши вопросы сегодня ответим. Декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Фунуза Харисовна Тарасова. Здравствуйте! Здравствуйте! Декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая Рамиль Хамитович Мирзагитов. Здравствуйте! Здравствуйте! Декан высшей школы русского языка и международной коммуникации имени Боудена де Куртыне Резидав Айлимна Мухаммедшина. Здравствуйте! Ну и перед тем, как приступить к блоку вопросов, я даю вам вступительное слово. Добрый день, уважаемые абитуриенты, добрый день, уважаемые наши гости. Позвольте вначале сказать несколько слов о нашем институте. Институт феологии и межкультурной коммуникации – это один из ведущих и крупнейших институтов Казанского Федерального Университета, в котором обучается более 4800 студентов из 30 стран мира, из которых 1400 студентов. Это студенты и наши иностранные студенты из дальнего и ближнего зарубежья. Кроме этого, хочется отметить, что в нашем институте работает 300 преподавателей, 50 из которых доктора наук, 170 – это кандидаты наук. И наш институт включает в себя три высшие школы. Это высшая школа русской и зарубежной феологии, которую я представляю имени Льва Толстого. Также мои коллеги сегодня расскажут о своих высших школах и о тех направлениях и профилях, которые мы предлагаем на 2022-2023 учебный год. Что касается высшей школы русской и зарубежной филологии, то классическим направлением является направление филология. Она представлена у нас такими профилями, как прикладная филология, русский язык и литература. Это направление у нас русский язык и литература есть и в другой высшей школе. Но хочется сказать, что конкретно по данному профилю наши будущие студенты смогут изучать такие дисциплины, как компьютерная лингвистика, нейролингвистика, корпусная лингвистика. В дальнейшем могут заняться научными изысканиями, которые позволят им работать как в научных лабораториях нашей высшей школы, так и продолжить обучение в магистратуре. Следующий профиль – это зарубежная филология. Зарубежная филология – это иностранный язык английский, литература, переводоведение. И кроме этого есть еще один профиль – иностранный язык испанский, литература и переводоведение. На данное направление у нас 14 бюджетных мест, но хочется сказать, что мы берем большое количество студентов на контрактной основе. Поэтому все, кто успешно сдал экзамены, имеют возможность поступить по данному направлению. Следующее направление – это у нас новое направление в этом году. Вообще в последние годы очень востребованы стали очень заочные формы, которые позволяют нашим студентам как обучаться и одновременно так же работать. И в этом году мы открываем новую программу – это по направлению лингвистика русский жестовый язык. Такой профиль реализуется у нас только в Москве, поэтому для нас это, конечно, будет прекрасная возможность готовить специалистов, сурдопереводчиков. Хочу сказать, что данная программа включает в себя большое количество часов английского языка, и наши будущие студенты смогут также изучать не только русский жестовый язык, но также и международный жестовый язык. Еще одна очень заочная программа, она у нас по зарубежной филологии – это иностранный язык переводоведения. Также она у нас реализуется уже второй год, и хочу сказать, что большинство студентов, которые там обучаются, успешно завершают этот учебный год, совмещая и работу, и обучение в нашем институте. Хочу сказать про бюджетные места. Я уже упомянула в зарубежной филологии, у нас 14 бюджетных мест. На прикладной филологии у нас 15 бюджетных мест, по очень заочный жестовый язык – 13 бюджетных мест, и очень заочная зарубежная филология – 12 бюджетных мест. Но все успешно сдавшие экзамены по результатам ЕГЭ могут подавать документы и поступать на контрактную форму обучения. Следующее направление – это педагогическое направление, очень востребованное среди абитуриентов. И одной из самых востребованных программ является иностранный язык английский и второй иностранный язык, который позволяет студентам в качестве основного языка изучать английский язык. В качестве второго – это французский, немецкий, испанский и восточные языки. Это уже по желанию самих абитуриентов. На данную программу у нас 19 бюджетных мест. По направлению педобразования мы также предлагаем профиль иностранный язык, французский язык. Именно французский язык, но в процессе обучения студенты изучают и второй иностранный язык, в качестве которого выбирают обычно английский язык. На данную программу у нас 20 бюджетных мест. Следующее направление, следующий профиль – это иностранный язык. Иностранный язык немецкий, иностранный язык английский. Также чем отличается от двухпрофильного? То, что, во-первых, срок обучения ограничен, и студенты могут получить знание иностранного языка, обучаясь 4 года. На данный профиль у нас представлено 19 бюджетных мест. То есть достаточные бюджетные места и контрактная форма обучения. Также несколько слов хотелось бы сказать и о тех профилях, которые у нас предложены на уровне магистратуры. Все студенты, успешно завершившие обучение на бакалавриате, могут продолжить обучение на второй ступени – это магистратура. Мы предлагаем магистратуру по направлению педобразования. Это иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации. 15 бюджетных мест. Это профиль педобразования, направление профиль мультилинговальной технологии раннего обучения детей. На данный профиль у нас также 15 бюджетных мест. По направлению филология мы предлагаем такие профили, как текстовая аналитика, науки и в образовании. И следующая заочная программа – это романо-германской филологии. На данные магистратуры у нас по 15 бюджетных мест. И хочу сказать, что вступительный экзамен – это в основном собеседование на иностранном языке, так как все программы у нас связаны с хорошим знанием иностранного языка, как английского, так и немецкого. Я думаю, что я смогла раскрыть основные наши направления по профиле. Поэтому слово передаю Ромен Хамитовичу. Хайрликан. Добрый день, уважаемые абитуриенты. Добрый день, дорогие родители. Высшая школа национальной культуры и образования имени Гаптула Тукая готовит специалистов в области татарского языка и татарской литературы, тюркологов, дизайнеров, журналистов, преподавателей музыки, преподавателей ИЗО, специалистов в области рекламы и пиар. Также в 2018 году по заказу Республики Татарстан мы готовим преподавателей билингвалов и преподавателей полилингвалов для образовательных учреждений Республики Татарстан по таким профилям, как математика, физика, информатика, начальное образование, музыка, дошкольное образование, иностранные языки, история, общество знания и так далее. В нашей высшей школе, в высшей школе национальной культуры и образования имени Гаптула Тукая в настоящее время, в этом учетном году, реализуются около 20 образовательных программ бакалавриата, 8 образовательных программ магистратуры и функционируют несколько направлений в аспирантуре. Что касается приема 2022 года, мы традиционно набираем 2 группы по направлению подготовки татарского языка и литературы, специалистов в области татарского языка и литературы. Одну группу набираем по образовательной программе, педагогическое образование, татарский язык, литература и русский язык. Это у нас новая программа, потому что до этого года мы набирали на направление татарский язык и литература и иностранный язык, а вот в этом году набираем на татарский язык и литературу и русский язык. Срок обучения 5 лет, выделено 25 бюджетных мест. Вступительные испытания это ЕГЭ по русскому языку, по обществознанию и внутренний экзамен по татарскому языку. Вторую группу набираем по образовательной программе, филология, филология, татарский язык, литература и журналистика. Мы эту программу реализуем совместно с акционерным обществом Татмедиа. Выделено также 25 бюджетных мест. Вступительные испытания русский язык, татарский язык и на выбор абитуриента. Абитуриент может подать результаты единого государственного экзамена по одному из перечисленных дисциплин, либо по обществознанию, либо по истории, либо по иностранному языку. Здесь срок обучения 4 года. И данное направление у нас ориентировано на подготовку филологов-бакалавров в области татарского языка и татарской литературы, и также журналистов для работы в разных средствах массовой информации, в том числе и на телевидении, но на татарском языке. И впервые в этом году набираем студентов на направление рекламы и связь со общественностью по профилю копирайтинг и бренд-коммуникации. Эта группа у нас будет договорная. Бюджетных мест в этом году не запланировано, не выделено. Программа будет реализовываться на дневном отделении. Срок обучения 4 года. Что касается вступительных испытаний, абитуриенты должны будут сдавать ЕГЭ по русскому языку, по обществу знанию и на выбор абитуриента. Либо история, либо информатика, либо иностранный язык. И завершив обучение по данной программе, выпускник может работать в рекламных фирмах, крупных предприятиях, в качестве специалиста по рекламе, в качестве копирайтера, бренд-дизайнера, веб-дизайнера, пиар-менеджера и так далее. И я уже сказал, что с 2018 года готовим специалистов, преподавателей билингвалов и полилингвалов. Вот по этому проекту в этом году на дневное отделение набираем 5 групп. Одну группу набираем по направлению педагогического образования, математики, иностранный английский язык, вступительные испытания, русский язык, общество знания, обязательные, и на выбор абитуриента. Абитуриент должен подать результаты ЕГЭ либо по математике, либо по иностранному языку, либо по информатике, по физике, либо по биологии, по химии, по географии, либо по истории, по литературе. Второй профиль — начальное образование иностранный английский язык. Здесь вступительные испытания, такие, как и в предыдущей программе, математики и иностранный язык. Третий профиль — иностранный английский язык. И второй — иностранный язык. Здесь вступительные испытания иностранный язык, русский язык и общество знания. По всем этим трем направлениям мы набрали в 2021 году, в прошлом году. А вот следующие две направления мы набираем впервые, только в этом году. Это музыка и иностранный английский язык. Здесь вступительное испытание русский язык, общество знания, ЕГЭ и внутренний экзамен по музыке, сдают все абитуриенты. И пятый профиль, пятое направление, это изобразительного искусства и иностранный английский язык. Здесь вступительное испытание русский язык, общество знания, ЕГЭ и внутренний экзамен по основам изобразительного искусства. И на отделении заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 25 человек на направлении педагогическое образование с двумя профилями подготовки, начальное образование и дошкольное образование в билингвальной образовательной среде. Вот обучение вот в этих вышеназванных шести программах по педобразованию осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами студенты, а республика. Кроме того, студенты очной формы обучения получают стипендию. У нас есть республика такая специфическая программа стипендиальной поддержки будущих педагогических кадров. Вот по этой программе они получают стипендию в размере 15 тысяч рублей в месяц каждый студент. В первом семестре они все получают эту стипендию, а со второго семестра для того, что получат стипендию, нужно сдавать сессию зимней сессии только на отличные или на хорошие оценки. Тройки не должно быть. И абитуриентам для того, чтобы подать документы вот на эти направления, они должны принести силевые договора, которые они заключают с образовательными учреждениями Республики Татарстан. В этих же школах, с которыми они заключили договоры, они после окончания вуза должны будут отрабатывать не менее пяти лет. Вот вкратце о тех программах, бакалаврских программах. Также наша высшая школа в этом году набирает на четыре магистрские программы. Одну программу набираем по филологии, филологии, тюркология. И три программы по педобразованию. Татарский язык, литература, современная теория и технология обучения. Одна программа. Другая программа преподавания английского языка в средней и высшей школе. И третья программа арт-педагогики и цифровые технологии. Все эти магистрские программы реализуются на отделении дневного обучения. Срок обучения два года. Для того, чтобы поступить на эти образовательные программы магистрские, испытания вступительные тоже собеседования по профилю. И результаты файловные вам слова. Добрый день. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Кортене является центром изучения русского языка, как государственного, русского языка, как родного, русского языка, как неродного и русского языка, как иностранного. И наша высшая школа объявляет набор по следующим направлениям. Лингвистика, филология и педагогическое образование. Наверное, 80% наших студентов это иностранные граждане. Это ближние и дальние зарубежья. Вот направление бакалавриата лингвистика, русский язык, как иностранный, 4 года, мы предлагаем именно для иностранцев. Здесь учатся студенты из Китая, Ирана, Ирака, Турции. И потом, возвращаясь к себе на родину, они преподают русский язык в образовательных учреждениях или работают в дипломатических ведомствах. Для российских студентов мы предлагаем филологию русский язык, как иностранный, с углублённым изучением иностранных языков. 4 года обучения, вступительные экзамены русской литературы иностранной. Здесь мы даём методику обучения русскому языку, как иностранному. И плюс ещё два иностранных языка, английский плюс испанский. Педагогическое образование в нашей школе представлено такими профилями, как русский и английский язык. 5 лет обучения, потому что здесь совмещение двух профилей русского и английского языка. Программа составлена так, что учебный план делится ровно напополам. 50% отведено русскому языку, 50% английскому языку. Вступительные экзамены русский, общество знания, английский. И ещё одно направление педагогического образования – это русский язык и литература. Здесь тоже 5 лет обучения. Экзамены, вступительные русский язык, литература обязательные и по выбору. Либо общество знания, либо иностранный язык. Если говорить о бюджетных местах, то, естественно, профиля лингвистика бюджетных мест нет. Это договорная только форма. Филологии русский язык, как иностранный, с углублённым изучением иностранных языков – 6 бюджетных мест. Русский язык и английский язык – 20 бюджетных мест. И педообразование русский язык и литература – 25 бюджетных мест. Кроме того, педагогическое образование русский язык и литература представлено на очно-заочной форме. Ну или, как мы её называем, заочная форма. Здесь тоже 25 бюджетных мест и такие же вступительные экзамены. Магистерские программы очень интересные, очень разнообразные. Есть магистерская программа по филологии. Это русский язык, как иностранный, два года обучения, главный экзамен русский. Есть магистерская программа педагогическое образование иностранные языки в сфере межкультурной евразийской коммуникации. Это для тех, кто хочет работать в странах ближнего зарубежья. И новая программа у нас – филология, русский язык и литература в мировом пространстве. Это новое направление, оно полностью договорное. Те магистерские программы, о которых я говорила вначале, там по 12 бюджетных мест. Таким образом, мы видим, что спектр направлений очень разный. Ещё раз говорю, лингвистика, филология и педагогическое образование. В нашем институте филологии и межкультурной коммуникации представлен как бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура. То есть, если вы хотите связать свою жизнь с наукой, то, конечно, представлены все возможности. В университете есть все диссертационные советы и по иностранным языкам, и по русскому языку, и по татарскому языку. И, окончив бакалавриат, вы можете поступить в магистратуру. После магистратуры вы можете поступить в аспирантуру, защитить диссертацию на степень кандидата наук, потом диссертацию докторскую на степень доктора наук и быть преподавателями высших образовательных учреждений. Я считаю, что Институт филологии и межкультурной коммуникации даёт то, что очень нужно в сегодняшнее время. Это коммуникацию. Потому что, владея русским языком, иностранным, родным татарским языком, вы получаете доступ в целый мир этой культуры, вы находите ключи общения, и вы сможете быть конкурентоспособным, успешным и счастливым. Хорошо, спасибо. Как будет проходить приёмная кампания в этом году? Есть ли какие-то изменения? Что касается приёмной комиссии, то она будет организована, как и в прошлом году. То есть документы можно будет сдавать как в очном формате, так и документы можно будет прикреплять онлайн, как было и в предыдущие годы. Поэтому, думаю, что выбор у наших абитуриентов есть, и возможности это сделать также есть. Но приёмная комиссия, если она будет работать очно, там будут наши специалисты, которые будут встречать абитуриентов и помогать им прикреплять необходимые документы и регистрироваться в системе. В чём особенность программы «Педагогическое образование русский и английский языки?» Какое соотношение языков? Я уже немного говорила в своём выступлении, что действительно программа уникальная, потому что она даёт возможность одинаково хорошо владеть русским языком, как государственным и иностранным языком. И поэтому выпускники этого направления, они очень востребованы. Они могут связать свою будущую профессию с русским языком, могут с иностранным языком. Но когда человек знает хорошо два языка, причём на уровне литературном, и русский, и английский, конечно, он очень востребован. Они работают не только в образовательных учреждениях. Мы знаем, что в любом министерстве и ведомстве нужен человек, который может работать с текстами, который может хорошо писать деловые бумаги, который может составлять устные выступления, который может переводить с русского на английский, с английского на русский. И поэтому вот эта вот программа «Русский, английский язык» — она этим и сильна. Спасибо. А в какой форме и когда будет проходить внутренний экзамен по татарскому языку? Для того, чтобы поступить на те две направления, которые у нас реализуются, это педагогическое образование, татарский язык, литература, русский язык и филология, татарский язык и журналистика, абитуриенты должны будут сдавать внутренний экзамен по татарскому языку. Этот экзамен будет проходить письменно, в форме теста. Экзамен будет проходить и дистанционно, и в нашем институте стационарно. Это будет решиться, наверное, позже, пока мы не можем сказать конкретно, как будет точно проходить этот экзамен. Экзамен будет проходить где-то во второй половине июля. И у нас с начала июля пройдут курсы, двухнедельные курсы по подготовке к внутренним экзаменам по татарскому языку. Студенты могут, абитуриенты могут записаться на эти курсы через приемную комиссию. А есть ли у вас программы на тюркском языке? Программы на тюркском языке у нас, к сожалению, нет. Но у нас татарский язык – это тоже тюркский язык. Вот те направления, о которых я сейчас только сказал, татарский язык и тиратура, русский язык, татарский язык и тиратура и филология – это тоже тюркские программы. У нас еще есть магистрская программа филология, тюркология. Но это уже магистрская программа, туда абитуриенты могут поступить после окончания баклавриата. Готовим теркологов. Какие программы адаптированы для иностранцев? Что касается программ для иностранных граждан, то мы ждем их на наши все заявленные программы, потому что они имеют возможность претендовать на обучение на каждой из этих программ. Поэтому единственное, что они сдают внутренние экзамены, для них предоставляется возможность сдавать два экзамена. Это в основном, если направление педобразования это русский язык и общество знания. И по другим программам также внутренние два экзамена. Которые они могут сдавать как в очной форме, так и онлайн. Это все предусмотрено. Кем могут работать студенты, прошедшие обучение по направлению русский язык, как иностранные с углубленным изучением иностранных языков? Спасибо, такой хороший вопрос. Потому что это направление филология. А филология это не только язык, но и литература. А здесь еще получается русский язык и литература, плюс русский язык как иностранный с углубленным изучением иностранных языков. То есть действительно получается очень сильный специалист, который может преподавать русский язык с нуля. Русский язык преподавать именно тому, для кого он не родной, который не умеет ни говорить, не знает ни букв, не умеет произносить. И естественно, что языком-посредником в обучении русскому языку является английский или, допустим, какой-то другой, второй иностранный язык. И сегодня очень много стран, которые обращаются к нам за специалистами в области преподавания русского языка как иностранного. Особенно Китай. Им очень много нужно таких специалистов, которые обучали бы русскому языку. Потому что, естественно, открываются новые фирмы, заводы, крепнут экономические отношения между Россией и Китаем. А без русского языка они не могут работать на нашем рынке. И школы Китая нуждаются в специалистах. И их готовим мы. Там прям очередь за нашими специалистами. Поэтому наши студенты могут ехать в Китай, в другие страны и преподавать русский язык, используя как язык-посредник иностранный язык. И, конечно же, они могут работать и в дипломатических ведомствах, и переводчиками, и в экономических фирмах. Потому что, еще раз говорю, сегодня их очень много. И нужны специалисты в иностранных фирмах, которые владеют русским языком и владеют иностранным языком. На каком языке ведется обучение на полилингвальном направлении? На полилингвальных направлениях, как я уже сказал, в этом году мы набираем 5 групп. На всех группах обучение идет на русском, на татарском и на английском языках. На трех языках. А где работают ваши выпускники? Полилингвальные имеете в виду? Да, полилингвальные. Что касается полилингвальных направлений, эти все группы, они по направлению педагогического образования. И они трудоустраиваются в школах образовательного учреждения Республики Татарстан. Как я уже сказал в своем вступлении, когда они подают документы в приемную комиссию, они уже приносят договора, они должны заключить договора с образовательным учреждением Республики Татарстан о сельевом обучении. И после окончания вуза, вот в этих же школах, с кем они заключили договора, они должны отработать не менее 5 лет. И у них уже решается этот вопрос в стадии заключения этих договоров, трудоустройства этих выпускников. Они все трудоустраиваются в школах Республики Татарстан или дошкольные образовательные учреждения. Спасибо большое за ответы. И напоминаю, что сегодня у нас были декан высшей школы русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого Фануза Харисовна Тарасова, декан высшей школы национальной культуры и образования имени Габдулуту Кай Рамиль Хамитович Мирзагитов, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Боудена Де Куртыне Резда Фаилевна Мухаммедшина. Ну а я надеюсь, что нашим абитуриентам было очень интересно послушать эти ответы. Ну а я напоминаю, что это был КФУ Live. С вами была Евгения Диатова. До скорой встречи.